Шалом! И добро пожаловать на Вахафта, Исраэль! Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на Иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Влияет ли грех на вашу жизнь, блокируя ее? То есть, когда по причине греха в вашей жизни вы не способны нормально функционировать, делать дела и вести образ жизни, которым Бог предназначил вам наслаждаться. Наш Бог хочет принести исцеление в нашу жизнь, в каждом смысле этого слова. Как духовное исцеление, так и физическое для того, чтобы мы могли исполнить его волю. Что ж, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 9 главу. Евангелие от Матфея, 9 глава. В этой главе мы увидим чудеса, чудеса с посланием. Мы читаем в первом стихе, вы помните, что Ешо был на другой стороне Галилейского моря. В месте великого бунта, в месте извращения, в месте непослушания с заповедем Бога, в месте, наполненном демонической одержимостью. Что ж, он оставляет это место, и мы видим здесь. Посмотрите вместе со мной 9 главу, 1 стих. «Когда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город». Что это за город? Что ж, это Кафар-нахум, Капернаум. Он снова там вместе со своими учениками, и мы читаем это во втором стихе. «И вот, важное слово, означающее, что скоро произойдет нечто значимое. И вот принесли к нему расслабленного». Это был парализованный человек, и принесли его на постель. На иврите это слово «анука». Это разновидность носилок для переноски людей. Если кто-то, не дай бог, травмирован, болен, не может ходить, его укладывали на эти носилки и несли. И вот этот человек парализован. «Он не способен ходить». В Писании концепция хождения связана с образом жизни. Когда мы посмотрим на этом в духовном смысле, это физическая болезнь, историческое событие. Но оно несет также и духовное послание. Не так, что «или-или», но и «и». Итак, вот этот человек, он парализован. Его переносит на постели с одного места на другое. Он лежит на этой постели, и тут сказано, теперь посмотрите второй стих, вторую часть. «И вот Ешуа». «Ешуа». Тут сказано «видя». И сказано «И Ешуа, видя веру их, веру принесших его, но также веру этого человека, который, очевидно, попросил своих друзей принести его к Ешуа». Итак, «Ешуа», второй стих, «видя веру их, сказал парализованным». Он ободрил этого парализованного человека. Дерзай. Чадерт. Это слово не означает «сын» или «дочь». Оно используется вне обозначения какого-либо пола. Это нейтральный термин, означающий «дитя». И термин «дитя» говорит о семейных отношениях. Некоторые ученые указывают, что оно говорит о термине «близости», признавая семейные отношения с этим человеком. Итак, он говорит еще раз «дерзай, Чада». «Прощаются тебе грехи твои». «Я освободил тебя от твоих грехов». Позвольте мне задать вам вопрос. Вы думаете, он за этим пришел? Очевидно, что он пришел, чтобы обрести исцеление. Он хотел ходить. Он услышал обо всех чудесах, которые делал Ешуа. Как он исцелял больных, у которых были тяжелые болезни, у которых была демоническая одержимость, и он пришел туда, у него была вера. Она была и у тех, кто принес его. Они верили, что Ешуа может дать ему способность снова ходить. Но вот, что нам необходимо понять. Если мы хотим ходить угодно нашему небесному Отцу, если мы хотим жить так, что это несет свидетельство нашей веры в Ешуа, что ж, тогда грех должен быть удален из нашей жизни. Мы не можем жить в грехе. Это не свидетельство, которое угодно и правильно относительно нашей веры в Ешуа. Итак, здесь сказано, что Ешуа говорит ему, «Прощаются тебе грехи твои». Третий стих. Он делает это про возглашение прощения. Вспомните, мы говорили несколько недель назад, что у Мессии две главные роли. И мы называем эти роли Мессия Бен-Йосеф, страдающий слуга, который пришел разобраться с грехом, и Мессия Бен-Давид, тот, кто будет царем и установит свое царство в этом мире. Так что прощение греха связано с делом, ради которого он пришел, умереть на кресте, чтобы нам были прощены грехи. Он говорит, при этом, третий стих, некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Почему? Что ж, вспомните, что чудеса связаны с тем, чтобы дать нам просвещение, научить нас истину. И Ешуа делает чудеса, чтобы открыть нам, кто Он, что Он – Сын Божий. Подчеркивается Его верховенство, сила и власть, которыми Он обладает. Так что они говорят, «Кто этот прощающий грехи?» Он богохульствует, потому что только Бог может делать это. Четвертый стих. И Ешуа же, видя помышления их. Некоторые Библии, а я читаю из греческого Нового Завета, но главных текста два. Есть перевод «Нестле Аланда», с которого переведено большинство Библии, и есть также «Текстус Рецептус». Это более старая версия греческого Нового Завета, и с него переведена Библия короля Иакова. И мы видим, что если ваша Библия переведена с новой версии, с использованием других манускриптов, при этом многие предложения из Библии удалены и изменены, чтобы было более понятно, так что, возможно, в вашей Библии сказано, зная помышления их. Это для нас понятно. Он знал их мысли, но не это говорит Писание. Самый лучший перевод — «видя помышления их». Вы спросите, как он может видеть их? Мне это непонятно. Что ж, он видит все. Ничто. Ничто не избегнет его взор. Так что мы читаем Писание, и в нем сказано, «Ешуа же, видя помышления их, сказал». Для чего? Здесь сказано не почему, а для чего. Какая ваша цель? Говорит он. Для чего вы мыслите злое в сердцах ваших? Что это за злая мысль? Они говорили, что Ешуа, Мессия, богохульствует. Это злая мысль. Ешуа все знает, потому что он все воспринимает. Так что он говорит, «Для какой цели вы мыслите злое в сердцах ваших?» Ибо что легче сказать? Это для того, чтобы продемонстрировать. Он говорит, «Что легче?» Что значит, что любой может сказать предложение. Любой может сказать, «Твои грехи прощены». Но какое тому доказательство? Мы не знаем. Но он говорит, «Что легче сказать? Прощаются тебе грехи?» Или сказать «Встань и ходи». Они знали, те, кто были рядом с книжниками, все люди там, они знали этого парализованного человека. Они знали, что многие, многие годы он не мог ходить. Он не притворялся, они это знали. Вероятно, его ноги усохли. Я имею в виду, что мы все видели людей, которые не могут ходить, и их ноги отражают это. И в один момент, а в один момент, что он говорит? Он говорит так, «Встань и иди». Чтобы вы знали, что? Что Сын Человеческий, это термин, мессианская фраза, что Сын Человеческий имеет власть. Мы в течение нескольких недель видели, насколько важна власть, а именно, Его власть. И позвольте мне задать вам вопрос, «Ваша жизнь отражает Его власть?» Если да, то будет изменение. Будет значительное изменение в вашем образе жизни. Вот что показывает Писание. Этот человек, который не мог ходить, имел неправильный образ жизни. Хождение на еврите – закон халаха. Халаха – эти два слова, еврейский закон и хождение, они очень схожи. «Халаха» – хождение. Халаха – еврейский закон. Речь идет об образе жизни, как человек ведет себя. Это называется хождение. И Писание открывает нам, что Сын Человеческий имеет власть над нашей жизнью, и когда наша жизнь отражает это, мы будем ходить, жить по-другому. Итак, он говорит, «Ну, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит парализованному, «Встань и иди». И он встал, взял постель свою, и он говорит, «Встань, возьми постель твою, и иди в твой дом». И он встал, взял постель свою, и пошел в свой дом. Итак, было сделано чудо. Для чего? Чтобы проявить власть Иешуа. И когда мы принимаем Его Слово, когда принимаем Его прощение, прощение наших грехов, наша жизнь изменяется радикально, и тогда мы оказываемся там, где должны быть. Этот человек был восстановлен. Представьте, что было, когда он открыл дверь своего дома и вошел. Представьте, если у него была жена, семья, что они подумали, ведь он не ходил. Представьте, что подумали его родители. Вот тот, кто не мог ходить, теперь ходит. Если вы изучаете пророчество, вы знаете что-то. Вы знаете, что это один из пророческих знаков Мессии, что настали дни Мессии. Когда хромые ходят, это провозглашение того, что Мессия среди нас. И этому учил Иешуа, что Он, Сын Человеческий, помазанник, Христос, был среди них. И Он пришел, чтобы принести изменения в их жизнь. Восьмой стих. И в контраст к всему этому, в контраст к книжникам, тут сказано, народ же, видев это, удивился. И что они сделали? Они не сказали, что Он богохульник, и что у Него нет права говорить такое. Что сделал народ, обычные люди? Что ж, они посмотрели на ситуацию и прославили Бога. Почему? Следующая часть этого же стиха очень важна. Они прославили Бога. Почему? Народ прославил Бога, давшего такую власть человеку. О какой власти мы говорим? О власти ходить, жить надлежащим образом. Власти изменить свою жизнь так, что мы не проявляем ярмо присутствие, власть греха в нашей жизни, но мы выражаем прощение греху. Так позвольте мне задать вам вопрос, это ли делает ваша жизнь? Ваш образ жизни провозглашает, свидетельствует, «Я прощен, с моими грехами покончено, и мой образ жизни ведет меня к тому, что я делаю то, что мне надлежит делать». Девятый стих. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошли. Человека этого звали Матфей. Заметьте, что мы видим этого сборщика налогов, Матфея, и узнаем, что Матфей левит. Он должен был бы быть в полновременном служении Богу, но он этого не делает. Кому же он служит? Римской империи. Он помогает угнетателям Божьего народа. Но что произойдет? Точно такое же. Радикальное изменение. Точно так же. Вы ведь согласны, что то, что парализованный стал ходить, это радикальное изменение? И вот человек, парализованный эмоционально до такой степени, что покинул свой народ, не служит, как левит, не благословляет израильтян и не учит их Божьему, но что он делает? Он в полновременном служении римлянам. Но проходя оттуда, Иешуа увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мной. Он просто дал ему приглашение оставить прежнюю жизнь, оставить то, что ты переживаешь сегодня, свою прежнюю жизнь. Он пригласил Матфея, следуй за мною. И он встал и последовал за ним. Это приглашение было не только для Матфея, но и для всех людей. И вот важная истина. Иешуа, вероятно, это был единственный раз, когда он проходил мимо того места в тот день. Вероятно, это был единственный раз, когда он пригласил Матфея. Матфей, оставь это, следуй за мной. То есть, переживай новую жизнь, другую жизнь, жизнь служения мне. И когда мы поступаем так, то все, все меняется. Матфей сделал что-то. Он встал и последовал за Иешуа. И я приглашаю вас сегодня покинуть, оставить жизнь греха, оставить такую жизнь. Почему Матфей оставил левицство и стал сборщиком налогов? Очевидно, он был разочарован. Я имею в виду, почему еще человек оставил Божье призвание и стал служить врагам народа Божьего. Он был разгневан, огорчен, что-то произошло. И вот Иешуа приглашает его вернуться. Вернись домой, вернись туда, где Бог хочет, чтобы ты был. Приобщись к тому, что Бог хочет, чтобы ты делал. И Матфей поступил мудро. Матфей откликнулся в тот же момент. Десятый стих. И когда Иешуа возлежал в доме, и опять-таки это слово означает «обедал», он вкушал пищу, и это обычно имеет библейский контекст. Вероятно, это был праздник, вероятно, заповедь, возможно, особое собрание с целью общения. Итак, он обедал дома в своем собственном доме, и тут сказано, «многие». Матфей оставил работу сборщика налогов, и, очевидно, многие последовали его примеру. Им не надо было ждать особого приглашения. Они услышали о том, что Матфей изменился, и поэтому эти сборщики налогов, многие сборщики налогов, и многие грешники, они пришли и обедали вместе с Иешуа и его учениками. Разве не повод для радости? Эти люди оставили служение Риму, они вернулись домой, они прилипились к тому, что Бог определил им. Но что происходит? Писание говорит, что когда это произошло, увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? они не понимали, что происходит. Видите ли, вы можете читать Слово Божье, но пока вы не станете учеником Иисуса, пока не пригласите его в свою жизнь, пока не примете его как своего спасителя, вы не сможете усвоить, вы не сможете понять и постичь истину Писания. вот почему есть немало мужчин и женщин, которые учат Библии, но поскольку они на самом деле не знают Иешуа, не знают, какой жизни он хочет для них, они пришли к нему для своих собственных целей, а потому они по-прежнему во тьме, как и эти фарисеи. Они говорят, «Для чего?» «Для чего ваш учитель ест с такими людьми?» Двенадцатый стив. Но очень важное слово это противительный союз. Они думают одно, а Иешуа пришел выразить нечто другое. Но Иешуа, услышав это, сказал им, «Несильные». Возможно, в вашей Библии сказано «нездоровые». Нездоровые, несильные имеют нужду во враче, в докторе, но те, кто имеют, и опять-таки, это то же самое слово, о котором мы говорили несколько недель назад. И слово не означает «больные», но это слово «какас» «зло», «имеющее зло». Имеется в виду, что они имеют зло в своей жизни, зло проникло в их жизнь и влияет на нее. И это прилепившееся к ним зло не дает им делать то, что определил им Бог, как в случае с Матфеем. Вместо того, чтобы служить левитам, что он делает? Он сборщик налогов. Но Иешуа пришел для восстановления, чтобы вернуть нас к жизни, которую определил нам Бог. Заметьте, что он говорит. «Несильные имеют нужду во враче, но имеющие зло, на чью жизнь влияет, в чьей жизни доминирует зло». Он говорит «пойдите». Он обращается к фарисеям. Эти фарисеи были учеными, они всю свою жизнь проводили в изучении. И так значимо, что Иешуа говорит им. Он говорит «пойдите». «Научитесь», что значит Иоанн цитирует Писание. Он цитирует книгу Хошеа, пророчество Осии 6.6, где сказано «Я милости хочу, а не жертвы, ибо Я пришел призвать неправедников, но грешников к... к чему? К покаянию». Так значимо, что Он говорит «Я пришел призвать неправедников, а что говорит Писание? Нет праведного ни одного. Есть одно заключение, есть один праведный, Мессия Иешуа. Он не знал греха, но все остальные знают. Он говорит «Я здесь, потому что у вас есть нужда». Позвольте мне задать вам вопрос. Вы осознаете свою нужду прощений. Необходимость радикально изменить свою жизнь. Когда мы смотрим на свою жизнь вне истины Божьей, вне служения Святого Духа, видим ли мы необходимость покаяния, необходимость изменения? Видим ли мы, что в нашей жизни доминирует зло? Если вы не наполнены Духом Святым, вы наполнены вещами, неугодными Богу. Возможно, общество не видит их как зло, но Бог видит. Возможно, общество не смотрит на них как на неправильное, но Бог видит их такими. Если вы не испытали истину, тогда вам необходимо покаяние. Что такое покаяние? Есть пара различных определений. Они не так что или или, они дают правильное понимание термина покаяния. Покаяние слово, использованное здесь, метаноя. Оно означает «послезнание» или «сознание». И что оно подразумевает? Оно подразумевает изменение обращения к Богу. Только познание библейской истины дает нам знание того, как обратиться к Богу и выражать и переживать новую жизнь. Жизнь, которой хочет для вас Бог. Жизнь, которую смерть Мессии делает вас способным и сильным жить. Но эти религиозные люди не понимают этого. Они не постигают этого. Они не осознавали необходимости в изменении. Почему? Потому что они сделали что-то и это мы увидим, когда мы дойдем к примеру до 15 главы. Есть и другие места, но это так хорошо задокументировано в 15 главе Евангелия от Матфея. И это следующее. Эти фарисеи прилепились к тому, что не является законом Божьим, не является заповедем. Понимаете, Иешуа, и вот проблема со многими так называемыми учителями Библии. Они думают, что фарисеи придерживались закона. Нет, нет и нет. Они не были людьми, соблюдавшими закон. Они ушли от закона Божьего, от заповедей Божьих и заменили его так называемыми традициями старцев. Они жили по ним, они изучали, они придерживались этой традиции, традиции старцев, человеческой традиции. А Иешуа учит нас вот чему. Мы это через несколько недель увидим. Когда мы придерживаемся учений человеческих, что мы в итоге делаем? Он очень ясно говорит, следуя учениям человеческим, мы оставляем заповеди Бога. А когда мы не знаем заповедей Бога, мы не будем вести образ жизни, который должны. Вот почему в конце этого местописания Иешуа говорит о нужде, о необходимости покаяния. Так почему бы нам с вами не прийти смиренно к Богу? Все мы понимаем свою нужду в прощении, поскольку в какой-то степени в нашей жизни есть грех. И почему бы не попросить у Бога прощения? Прощение это доступно, потому что Иешуа совершил дело искупления. Он заплатил цену, когда умер на кресте, когда пролил свою кровь, и теперь мы можем испытывать прощение. И вот добрый авист, мы можем переживать вечное прощение через кровь Мессии, и это вечное прощение дает нам вечное искупление. Бог обещает никогда не оставлять и не покидать нас, никогда не бросать нас, и мы будем переживать вечность в Его Царстве. Все это начинается просто с покаяния, когда мы отворачиваемся от греха и обращаемся к Богу. Сделав это, вы прилепляетесь к новой жизни, к жизни, о которой вы никогда не пожалеете в жизни, которая даст вам внутреннюю радость, мир, довольство, которых вы искали всю свою жизнь. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org, там вы найдете статьи и многие другие лекции баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.